добрый день уважаемые коллеги мы начинаем наш курс по компьютерной томографии он проходит уже более десяти лет и первая лекция которая подготовлена совместно с профессором елена петровна и шармазановой компьютерная томография физико-технические основы план лекции следующие ознакомить вас с устройствами принципами работы компьютерного томографа объяснить принципы к этой реконструкции к это изображение ознакомить с понятием кернул и итеративной реконструкции разобраться что же такое сырые данные чем его едят с чем их едят коснуться шкалы хаунсфилда единиц хаунсфилда как с этим работать также поговорим про параметры сканирования их влияние на качество изображения на дозу облучения коснемся радиационной безопасности соответственно и лучевой нагрузки попытаемся разобраться вкратце с понятием дайком или дайком и поговорим о постпроцессинге при компьютерной томографии с использованием мультипланарных реконструкций трехмерных реконструкций закончим артефактами при компьютерной томографии на сегодняшний день в принципе нет ни одной специальности где бы могла не использоваться компьютерная томография такие специальности как неврология нейрохирургия онкохирургия онкология онкогематология лучевая терапия не могут существовать без компьютерной томографии кроме того сложные хирургии такие как таракально-абдоминальная хирургия сосудистые хирургии ортопедии травматология от арена ларингология также не немыслим и без компьютерной томографии кроме этого пульмонологии в тезе 3 компьютерная томография на сегодняшний день являя должна быть одной из составляющих диагностического алгоритма отдельно стоит тяжелое заболевание как у детей так и у взрослых и многое другое если посмотреть на человечка нет ни одной части тела где бы не использовалась компьютерная томография грубо говоря от головы до пяток кисть таз брюшная полость грудная полость и так далее какие же показания для компьютерной томографии если их разделить на три основных блока это травма это онкология это хирургические заболевания теперь просто задумайтесь насколько часто при этих заболеваниях в ваших медучреждениях рутинно используется компьютерная томография кроме этого отдельно стоит тяжелое состояние пациента невыясненной этиологии сосудистые заболевания воспалительные заболевания системные заболевания тяжелые системные заболевания и тяжелые пороки развития на сегодняшний день реальность компьютерной томографии такова что положив человека на стол компьютерного томографа например с политравмой вы можете получить анатомию всего тела на живом человеке и быстро принять решение в частности в той же политравмой что делать как делать вы можете оценить не только кости но вы можете оценить органы их контрастирование их перфузию в некоторых ситуациях оценить сосуды артерии вены кишечники и многое другое кроме этого во всем мире компьютерная томография используется не только в практике лечения людей но и в практике оказания помощи животным это ветеринарная радиология существует специальные томографы для крупных животных но можно использовать как вы видите стандартные медицинские томографы для крупных животных также в украине я знаю около двух центров компьютерной томографии занимающиеся только ветеринарной радиологии один в киеве один которыми вы видите на слайде это город одесса кроме этого компьютерная томография может использоваться в археологии для оценки закрытых реликтовых артефактов дабы не разрушать их компьютерная томография позволяет заглянуть внутрь и оценить структуру и что находится внутри отдельно существует понятие микро компьютерной томография обычно она используется в промышленной практике для оценки например дефектов поиска дефектов микрочипах в электронике но может быть использована например и в биологии при сканировании насекомых компьютерный томограф выглядит плюс-минус одинаково всегда есть гентри и есть стол модификация дизайн может быть разные но всегда есть гентри и есть стол компьютерного томографа на гентри есть кнопки управления кроме кнопок управления есть центральная часть гентри то есть непосредственно кольцо есть зона где проходят излучение есть световые индикаторы подготовки и команд для пациентов если открыть крышку компьютерного томографа крышку гентри то структура томографа достаточно сложно внутри много деталей связанных между собой но всегда есть две основные части это рентгеновская трубка и детекторы и они жестко связаны между собой вот эта вся махина она фиксирована и вращается вокруг оси оси стола или оси объекта которые находятся на столе соответственно мы говорим рентгеновская трубка детекторы система рентгеновская трубка детектора вся эта масса достигает тонны иногда полторы тонны и может вращаться со скоростью 028 один оборот за 028 секунды то есть среднем около трех оборотов в секунду вся эта махина вращается достаточно быстро кроме этого в кабинете компьютерной томографии должен быть электрический щит куда заходит основной кабель подачи электричества и от этого щита идет уже разводка на гентри на трансформатор и стабилизатор желательно чтобы был трансформатор и стабилизатор кроме этого желательный бесперебойник но оптимально бесперебойник на всю систему компьютерного томографа если таковой нет то желательно тогда бесперебойник только на думающую часть то есть на непосредственно обычный компьютер на реконструктор отдельно есть рабочее место где проводится сканирование она состоит из монитора и пульта управления клавиатуры на пульте управления всегда есть кнопка старт сканирования то есть старт излучения и стоп излучения есть аварийные кнопки остановки излучения как на самом пульте управления так и на томографах оптимально когда рядом с томографом есть вторая рабочая станция или второе третье рабочее место как лаборанта так и доктора и так что же такое компьютерная томография первое это рентгеновский метод или рентгенологический метод исследования второе исследование изображение получает путем послойного или поперечного сканирования то есть получает послойные поперечные или аксиальные двухплоскостные изображения объекта. Что нужно запомнить, что контрастное разрешение КТ-изображения значительно выше по разрешающей способности по сравнению с конвенционными рентгеновскими исследованиями. Как это выглядит? На рентгенограммах мы можем разделить 5 структур воздух, жир, вода, кость и металл. При КТ-изображениях мы можем дифференцировать значительно больше оттенков или плотности тканей. И второе различие – значительно более высокая разрешающая способность. Мы можем дифференцировать между собой очень мелкие структуры, как видно на этом фантоме. Толщина каждой линии меньше миллиметра, где-то около 0,5 миллиметров. И промежуток между ними столько же. Изображения при компьютерной томографии получают путем ротации системы рентгеновская трубка-детекторы вокруг оси объекта на 360 градусов. Соответственно, рентгеновское излучение, проходя сквозь объект, улавливается чувствительными детекторами с последующей их математической обработкой. Мы получаем так называемые «сырые данные» с последующей трансформацией в двухплоскостные изображения. Математические принципы или основы компьютерной томографии были заложены еще в 1917 году австрийским математиком Йоханом Радоном. Что он доказал? Он доказал, что если мы имеем теневую проекцию объекта, и таких проекций несколько, то по форме проекции мы можем математически выстроить форму объекта. Это основной принцип компьютерной томографии. И эти математические принципы Радона были использованы двумя людьми, выдающимися людьми, британский инженер Готфрид Хаунсвилд и южноафриканский физик Алан Маклеот Кормак, которые в 1967 году независимо друг от друга разработали первые принципы компьютерной томографии и разработали первый компьютерный томограф. И в 1979 году они оба получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за разработку компьютерной томографии. Экспериментальный станок для КТ-сканирования выглядел вот так. Итак, первый промышленный КТ-сканер компании Эми, разработанный британским инженером Готфрид Хаунсвилд, выглядел так. В область сканирования могла поместиться только голова человека, и то небольшая голова человека. Сам томограф выглядел достаточно массивно, но область Гентри, куда заходил объект, на самом деле была небольшая. То есть фактически могла поместиться только худенькая модель. Крупные люди, которых достаточно много в Украине, в такой томограф бы просто не попали. Также интересен факт всемирно известной группы, музыкальной группы Битлз. Факт того, как деятельность группы Битлз повлияла на создание компьютерной томографии. В то время Битлз зарабатывала около 650 долларов в секунду в эквиваленте сегодняшних денег при продаже пластинок. То есть это был пик карьеры. Какая же связь между Битлз и компьютерным томографом? Связь такая, что тот самый первый промышленный сканер Эми, он был произведен компанией Electric and Musical Industries, или EMI Records, которая именно и продюсировала, и издавала пластинки Битлз. Соответственно, денег было столько у компании Эми, что они искали, куда бы их вложить. И одним из направлений стала новая ветвь, это компьютерная томография. Именно эта компания пригласила британского инженера Готфрид Хаунсфилда, и он создал под крылом Эми свой первый промышленный компьютерный томограф. Кроме этого, интересно, что EMI Company, это один из самых неудачных, недальновидных проектов. Они не поняли, какую технологию они получили, и, недолго думая, продали эту технологию другим промышленным компаниям, которые сейчас и являются создателями компьютерной томографии. Итак, принципы сканирования первых КТА. Они были разные. Компьютер-рентгеновская трубка детектора. Делался выстрел, смещение, выстрел, поворот. Были предложены разные детали, разные схемы сканирования. Также было такое направление, как электронно-лучевой компьютерный томограф, который обладал очень высоким временным разрешением. То есть первые КТ-исследования сердца делались на электронно-лучевом томографе. Суть этого томографа была, что рентгеновская трубка или электронный излучатель находился вне зоны детектора, сбоку. На сегодняшний день большинство компьютерных томографов, практически все, проводят сканирование вокруг оси объекта, собирают данные с 360 градусов. И количество проекций, которое собирается, достигает тысячи и больше. Если мы посмотрим на устройство рентгеновской системы рентгеновская трубка-детекторы, то это устройство ненамного отличается от классических рентгеновских аппаратов. Есть рентгеновская трубка. На трубке всегда есть коллиматор, который суживает пучок излучения, дабы он был уже, и направляет его на область детекторов. На детекторах также стоят коллиматоры, которые отсекают лишнее излучение. Сканирование проходит перпендикулярно направлению Z или оси Z. Кроме этого, есть компенсирующий фильтр, отсекающий мягкое излучение и ненужное излучение. Сканирование происходит по оси Z. Осью Z считается ось по длине стола. На стол мы кладем объект. Соответственно, если человек лежит вдоль на столе, по-другому его сложно как-то положить, то сканирование вдоль оси человека. Существует понятие односрезовый компьютерный томограф. Соответственно, есть сканирование пошаговое и спиральное. В чем разница? Пошаговое сканирование. Стол не двигается, объект не двигается. Фактически рентгеновская трубка детектора раскручивается вокруг оси, делается выстрел, после чего, чтобы получить следующую зону, стол смещается, останавливается и опять выстрел. Это пошаговое сканирование. Спиральное сканирование. Во время излучения объект движется. Соответственно, рентгеновский пучок излучения покрывает объект или тело человека по спирали. В чем разница при мультидетекторной компьютерной томографии? Тот же принцип – пошаговое сканирование. Объект не двигается, спиральное сканирование объект двигается. Единственная разница, что ширина пучка излучения значительно больше, чем в односрезовых компьютерных томографах. Если мы посмотрим и сравним, например, толщину пучка излучения в миллиметр на спиральном сканировании, на односрезовом сканировании, на однодетекторном томографе и на мультидетекторном томографе, то разница в толщине пучка покажет, что за одно и то же время, например, за 10 секунд, мы сможем пройти небольшую зону на старом односрезовом томографе, а на современных томографах 64, срезовый больше. Мы покроем с той же коллимацией, 1 мм, покроем практически всё туловище. Соответственно, у нас есть такие понятия, как коллимация, или ширина пучка, или толщина пучка излучения. Оно оценивается в боковой плоскости и поле сканирования. Ширина пучка или толщина пучка излучения зависит от ширины детектора. Чем больше детекторов, слоёв детекторов, тем шире пучок излучения. Наиболее широкий детектор на сегодняшний день составляет 160 мм или 16 см. Соответственно, в боковом направлении, то есть если вид сбоку, мы будем иметь толщину пучка излучения, и, соответственно, от него исходит толщина изображения. А покрытие зоны интереса называется полем сканирования, или Field of View. Раньше были разные конфигурации детекторов, сейчас это уже всё в прошлом. Современные конфигурации детекторов, мультидетекторных томографов, имеют многослойное строение, и каждый слой разделён на маленькие, назовём их квадратиками, получающими информацию. И размеры этих квадратиков в среднем составляют меньше миллиметра. 0,6 на 0,6, 0,5 на 0,5, 0,625 на 0,625. А количество слоёв начинает приближаться, не начинает приближаться, а составляет максимально 320 слоёв, физических слоёв детектора. Какой же алгоритм КТ-сканирования? Вначале, садясь за томограф, мы должны зарегистрировать пациента, выбрать, записать все его данные, включая возраст, пол, выбрать зону исследования. После этого непосредственно провести исследование. Фактически происходит сбор данных детекторами при прохождении рентгеновского излучения. После этого математическим способом компьютерный томограф обрабатывает эти данные. Эти математические данные называются сырыми данными. Из сырых данных вы уже получаете КТ-изображение. Если посмотреть на алгоритм, то информация, попадающая на детекторы, превращается в данные сканирования, с ними происходит препроцессинг, данные преобразуются в сырые данные, так называемые raw data. С сырыми данными происходит обработка в виде фильтрации данных с использованием конволюции, называемая фильтрация кернелом. Используются различные алгоритмы реконструкции изображения. И в итоге вы получаете реконструированное изображение. Их может быть сотни или тысячи. И с этими изображениями вы также должны уметь работать. То есть что-то с ними нужно сделать. Хранить, записать на диск, записать в облако и архивировать. Субтитры создавал DimaTorzok